Добрый вечер и в первых страхах хочется поздравить всех с приближающимся праздником Песах. Я надеюсь, что мы движемся к освобождению вместе со всем еврейским народом. То, что для меня очень важно лично, это освобождение в плане понимания, мировосприятия наших реакций, способностей мыслить. Очень надеюсь, что мы в этом плане продвигаемся к свободе. Итак, сегодня я хотел вместе с вами начать очень трудную, очень интересную, увлекательную тему. Возможно, потом мы с вами вернемся к закону, и даже невозможно, а точно мы должны это сделать, вернуться к закону и посмотреть его дальнейшие детали в плане взаимоотношений человека с человеком и человека со Всевышним. Но для того, чтобы перебить рутину, я предлагаю вам сегодня посмотреть и познакомиться с цепочкой передачи Тора из поколения в поколение и немножко представить себе книги, в которых устная Тора нашла свое отражение. С одной стороны, несколько парадоксально. Устная Тора и есть книги, в которых она отражена, в которых она записана в той или иной степени. С другой стороны, мы с вами постараемся этот вопрос разобрать и представить его себе, представить себе причины, почему традиция передавалась устной и запрещалась ее записывать, и почему в какой-то момент было принято решение, в общем-то, на первый взгляд, против закона Торы, решение записывать устную традицию. Это то, с чем мы сегодня постараемся с вами сражаться, бороться не против, а за понимание. Вот, и я делаю шер экрана, и мы с вами начнем, может быть, как и следовало, ожидать с перкея вот, но, пожалуйста, не ждите тривиальной информации и тривиальных решений вопросов, текст, который, может быть, многим уже наскучил. Мы его постараемся оживить и представить в неожиданном плане. Итак, мы с вами говорили, что... Я извиняюсь, ты можешь убрать, если это не сложно, значок, потому что иначе это... Я могу убрать значок. Да-да, ты правильно идешь. Вот чуть-чуть левее, да. Чуть-чуть правее. Да, вот это. Окей, замечательно. Спасибо. Очень хорошо, все замечательно. Могу убрать и верхние таблицы, если я справлюсь с этим. Секунду. Мы с вами говорили, что Монше заходил в шатер и записывал там голос, то, что он видел, черные буквы, буквы черного огня на фоне белого огня, которые шли перед ним в мешкане. И то, что он слышал, он запоминал и передавал Аарону, его сыновьям, старейшинам и дальше всему народу. И Перкеавод по учению отцов отражает в какой-то степени цепочку передачи и проблемы передачи устой Торы из поколения в поколение. И вот мы с вами читаем, что Маше получил Тору с Синая и передал ее Яшуа. Мы не будем подробно изучать Перкеавод, не будем останавливаться на каждом слове. Но здесь интересно представить себе в начале, что не говорится, что Маше получил Тору от Всевышнего, непосредственно говорится, что он получил с Синая. И здесь мы сразу чувствуем проблему. Как всегда, это требует анализа. Если ты видишь необычное выражение, не простое выражение, не то, которое ты ожидаешь, оно требует анализа. И здесь мы можем с вами себе представить, что сказать, что Маше получил Тору от Всевышнего было невозможно, потому что Тору получили от Всевышнего все. Все слышали голос Всевышнего, когда стояли у горы Синай. И получили ли 10 заповедей, или 2 заповеди, или получили всю Тору. Это вопрос, который разбирается в Талмуде. Но в любом случае, голос Всевышнего слышали. И понятно, что голос Всевышнего вложил всю информацию в голову и в сердца сыновей Израиля. Так что за Всевышним говорили все. И сказать, что Маше получил Тору от Всевышнего и потом передавал ее народу, это было бы неправильно. Здесь, говорится, Маше получил Тору от Всевышнего, подчеркивается, что он стоял на горе Синай, и он получил нечто, то, что другие не получили. И не случайно говорится, что лицо Маше светилось, когда он спустился с горы Синай настолько, что другие не могли смотреть на него. Не случайно говорится, что Маше разбогател от осколков скрижалей, которые он вытачивал, которые он обтесывал, которые он изготавлял для того, чтобы на них было написано 10 заповедей. То есть что-то происходило на горе Синай, и вот это что-то сокровенное, то, что, может быть, не укладывается в рамки привычного, он передал Яшуа. Яшуа передал старейшинам, и мы здесь чувствуем, что есть некоторая проблема. Маше был ученик Яшуа, а у Яшуа не было такого преданного ученика, и он передал Тору старейшинам, старейшинам передали пророкам, а пророки передали ее мужам Великого Собрания. Я надеюсь, что все хорошо помнят, что период пророчества продолжается 40 лет после возвращения из Бавилонского плена. А после этого начинается эпоха мудрецов. И пока говорили пророки, мы не знаем, что говорил человек. То есть даже если пророкам приводится прямая речь, то здесь можно представить себе, что это все равно текст пророческий, выражение пророческое того, что сказал человек, и наполнение пророческим смыслом того, что сказал тот или иной человек. И речь человеческая нам фактически неизвестна, пока говорят пророки. А вот мужи Великого Собрания произносят первые три слова, первые три восстановления, которые идут от человека, идут непосредственно от человека. Каждое высказывание мудрецов здесь в перке, оно отражает эпоху. И здесь речь идет как бы даже не о самой Торе, а о какой-то квинтэссенции Торе, о той проблеме, о той проблеме, которая стоит перед каждым поколением и которую должны решать руководители поколения. Поэтому не случайно говорится, что Маше передал Тору Яшуа, и нас не так интересуют законы Кашрута в этом случае, как та квинтэссенция, которую звал Яшуа, и которую он хотел научить народ. Так что в перке вот для нас будет только некоторой опорой, некоторой такой временной шкалой, по которой мы с вами будем двигаться. Но опять же нашей целью не является изучение этого трактата из Талмуда. Ну а для примера, для того, чтобы понять, насколько здесь отражено время, то есть Тора в каждом времени преломяется и обеспечивается определенной ее гранью, определенную ее направленность, мы себе представим. То есть речь идет о эпохе, которая начинается с 370 года до этой эры, Великое Собрание складывается несколько позже. Мы помним, что оно состоит из 120 человек, в которые входят сангендрины, плюс еще 50 уважаемых людей, которые берут на себя руководство в эпоху возвращения из Вавилона. На 370 год до этой эры начинается возвращение из Вавилонского плена. И вот мы представляем те трудные условия, в которых оказывается Иуда, и мы прямо слышим здесь проблему эпохи, проблему, связанную с передачей Торы из поколения в поколение. И нам здесь говорят, судите обдуманно, на юрите, будьте сдержаны в суде, воспитывайте больше учеников, более точно поднимайте больше учеников и сделайте ограду для закона. То, что мы с вами можем себе здесь представить, что мудрецы дают следующее указание. В любой суд и даже в жизни можно сделать скидку на то, что люди находятся в очень тяжелом положении, что грамотность их невелика, они не в состоянии сами учить закон и не в состоянии научить закон своих детей. Системы школы образования не существуют, отцы работают от зари и до зари, поэтому вырастает новое поколение не очень-то грамотная книга учебников, как мы понимаем, их нет. И поэтому мудрецы говорят, относитесь не строго к людям этого поколения, поднимайте больше учеников. Это тоже фраза, которая очень-очень отражает ситуацию. Раньше считалось, что учеников нужно не поднимать, их нужно научить как следует. Учение должно иметь какую-то завершенную форму, то есть что-то типа аттестата зрелости, потому что человека нельзя оставить с половиной Торы. Половина Торы – это не Тора, он должен получить какое-то более-менее законченное образование. А здесь другая задача – научите хоть чему-нибудь, поднимите, поставьте на ноги, чтобы он дальше мог идти сам и учиться как-то. И чтобы он мог и учить других, если он знает, как говорили мудрецы, алиф и бет, пусть он научит другого хотя бы алиф. И создавайте ограду для закона, это также отражает время. То есть сделайте четкие правила и введите постановления мудрецов, которые удаляют человека от нарушения закона. Если раньше можно было ориентироваться на понимание закона, на то, что человек будет понимать суть закона, он сам как-то поймет, что можно и нельзя. А сейчас не нужны четкие правила и нужно постановление мудрецов, которые отдаляют человека от нарушения закона. Так что мы видим здесь отражение эпохи, тяжелую ситуацию. При возвращении мудрецов, вырастает безграмотное поколение, к которому призывают относиться судьи сдержанно, учить их хоть чему-нибудь и подать им четкие правила для того, чтобы на них не соблюдать закон. Следующий момент – это Шимон Праведник. Опять же, мы не пойдем подряд. Шимон Праведник. Он из последних мужей Великого Собрания. В Великое Собрание не пополнялось. То есть 120 человек, которые были. Это было исключительное такое образование. Дальше остался Сенгендрин – 70 человек, которые и в основном стояли во главе народа. И большую роль играл первосвященник в отсутствии царя, в отсутствии царской власти. И Шимон Праведник, он из последних мужей Великого Собрания. Он живет в эпоху, когда Александр Македонский приходит на землю Израиля. Это 330-й год, где-то до этой эры. И он говорит, на трех основаниях стоит мир. На Торе, на служении Богу и на благодеянии, как здесь сказано, можно сказать, милости. И самое главное, что мы здесь можем выучить не только то, что он говорит, а можно выучить то, что он пропустил. Он пропустил пророчество. И его высказывание означает то, что пророчество ушло у сыновей Израиля. И это очень тяжелый удар в отсутствии пророчества Тора. Сама получает как-то другую окраску, другую степень понимания, другую возможность проникновения в Тору, в ее пласты глубинные, духовные. И в сам закон, когда нету пророков. Шимон, кстати, к нам говорит, как бы ничего, мы можем выжить, мы можем справиться. Изучение Торы не отменяется, даже в отсутствии пророчества. Исполнение заповедей, служение Богу не отменяется. А милость всегда поможет сыновьям Израиля не только выжить как общество, но и сохранить свои души. Это Шимон праведник. Мы с вами говорили, что Тора передается постоянно, существует Сангедрин. Кроме того, существует Сангедрин как живой поток. Если вы помните, мы говорили, что Сангедрин, большой Сангедрин, который состоит из 71 человека, и 71, который является главой Сангедрина, он постоянно функционирует. И он сидит перед полукругом. Перед ним сидят ученики. Также полукругом, если кто-то из Сангедрины умирает, то все сдвигаются на одно место, и последнее место занимает старший из учеников. И этот поток движется постоянно. Кроме того, существуют школы учения. Мы не знаем ни о каких спорах. Были ли они или были, они носили принципиальный характер, они решались. Тора была единой, цельной. Ее духовный и, скажем, более формальный пласт, они были соединены друг с другом. То есть, скажем, каждый из умирцов видел Тору как нечто цельное. И даже если между ними были разногласия, они очень хорошо понимали друг друга и приходили очень быстро, вырабатывали общую позицию. Споры не выносили совершенно за пределы Сангедрина. Споры между мудрецами начинаются в тот период, когда сыновья Израиля теряют, начинают терять свою власть. Как мы с вами, может быть, упоминали на других уроках или здесь. В 60-м году до этой эры на территорию Иуды приходит Помпей. В результате войны потомков Хошманаев, Арестобула и Уркануса. Урканус приглашает римлян для того, чтобы они не могли, Арестобу убежит. В результате на престол поднимается Антипатер, не еврей. А в 39-м году до этой эры на престол поднимается его сын Ира. Это время, когда формируются две школы, Елели и Шамая. И здесь начинается спор. Сам спор свидетельствует о том, что Тора не перестает видеться как единое целое. Нужно, очень важно, представить себе и понять такой момент. Часто говорят, что у Торы 70 лиц, и все 70 лиц – это истина, это все правильно. Но нужно представить, почему это так. Мы часто себе представляем, что есть правильный взгляд на вещи и неправильный взгляд на вещи. И это, в общем-то, совершенно верно. Есть правильный взгляд и есть ошибочный взгляд. Здесь как-то мы видим, что говорится, что есть 70 лиц у Торы. С этим высказыванием надо быть очень осторожным, потому что эти высказывания часто прикрывают и незнание, и неверные мнения. Когда мне говорят, что у Торы есть 70 лиц, и приводят какое-то мнение сомнительное, то я всегда напоминаю, что у Торы есть еще и обратная сторона, то есть не Торы. 70 лиц – это хорошо, но есть то, что и не попадает, 70 лиц оказывается за пределами Торы. Так вот, разногласия мудрецов о Елеле и Шамайе, о возникновении разногласия в связи с ухудшением политической ситуации, если так можно сказать, которая всегда приводит к понижению уровня Торы, и мы это с вами увидим в дальнейшем. В связи с изменением политической ситуации возникает разногласие, утрачивается цельный взгляд на вещи, но, тем не менее, про Елеле и Шамая говорится, что в «Элу вэлу дебрейлу кем хаим» – и то, и другое слова Бога Живого. Как это объяснить? Я думаю, что здесь немножко надо остановиться и понять этот момент. Напоминаю, что мы перепрыгнули с вами через века, мы посмотрели момент, когда кончается пророчество, а в период прихода Александра Македонского дальше мы перепрыгнули через интереснейшую эпоху второго храма и попали в ее конец, для того, чтобы увидеть следующий момент после возвращения из Габеллона, проблем возвращения из Габеллона, заканчивается пророчество, а затем и Тора начинает распадаться, но мы говорим, распадаться на школы, можно сказать, на движение, на направление, но мы говорим и то, и другое слова Бога Живого. Дело в том, что, скажем, можно сказать так, что галаха – это отражение или, давайте скажем так, проекция духовного мира на материальный мир. Проблема заключается в том, что духовный мир, он как бы не такой плоский или не одноплоскостной, или не плоскостной, а он многоплоскостной. Естественно, все это условно, для того, чтобы просто себе представить. Можно, у него есть высота, допустим, в 20 локтей, у него есть высота в 10 локтей, у него есть высота в 5 локтей, да, и на каждой, каждой высоте духовного мира, в каждом его пласте действуют свои правила, свои законы. Раньше мудрецы умели не только видеть цельную картину, но и воплощать ее в жизнь в виде галахии, в виде правил, постановлений. Естественно, в этом помогало пророчество, цельное видение мира. Теперь мы видим, что каждый из мудрецов выбирает один из пластов, выбирает одну из, как бы, плоскостей, из которой он будет смотреть. Один предпочитает смотреть с высоты 20 локтей, другой с высоты 10 локтей, третий с высоты 5 локтей, и каждый из них, как бы, опускается с этой высоты в материальный мир и строит галаху. По кому пойдет закон? По тому, кто нашел, так сказать, наиболее лучшее соответствие между духовным миром и тем материальным миром, и той ситуацией, которая существует на сегодняшний день. То есть, которая существует на сегодняшний день. Поэтому и возникают споры. Один считает, что его взгляд на вещи более применен для этого времени, для этого поколения, для той ситуации, в которой находятся сыновья Израиля. Другой считает, что его взгляд более применим, так сказать, более практичен. Теперь мы с вами можем, я надеюсь, понять глубже, что это высказывание, которое применяется прежде всего Геллию и Шамаю к началу спора, что и то, и другое слова Бога живого. Приведем с вами пример для того, чтобы нам было как-то легче себе это представить. Прежде чем мы познакомимся с высказыванием Шамая и Геллия в «Перкеявод», мы заглянем с вами мысльно в другие трактаты. Мы заглянем с вами в трактат Хагига, трактат о праздничной жертве, на 14-й ее лист, где возникает спор совершенно неожиданный между Геллией и Шамаем, что сотворено раньше – небо или земля. Шамай утверждает, что небо, а Елель утверждает, что земля. Но интересно, что и у того, и у другого находится послуг, находится предложение в Торе, на которое он может опереться, находится ссылка на пророков, которая подходит ему. Почему так? Да потому что в самой Торе спрятан и тот, и другой взгляд на вещи. Взгляд с одной и с другой стороны, он находится в Торе. Проблема в том, что я, какой из этих моментов я должен выбрать, на какой я должен ориентироваться в настоящее время, в настоящий момент. В скобках замечу, что мне кажется, что это очень важно понять это и эту посылку, и понять пример, так как часто приходится слышать, ну, если между мудрецами есть разногласия, то это значит, что Тора, по крайней мере, та Тора, которую они передают, она не с небес, потому что с небес должно быть все однозначно. Как раз в Торе неоднозначно. В Торе есть цельность, но есть взгляд на цельную картину с той и с другой стороны. Пример. Шамай, для того, чтобы доказать, что небеса субтитрены, раньше приводит первый посылку с Торы. Берешит, Барай, Луки, Мэда, Шамай, Бедары. Сначала Всевышний сотворил небо и землю. Сначала небо, потом землю. И Лель. Как мы знаем, рассказ о сотворении мира в Торе приводится дважды. Один раз акцентируется на, акцент ставится на структуре, что раньше, что позже. Второй раз акцент ставится на человеке, на его как бы реакции взаимоотношения со Всевышним, его грех, который он совершает, шестой день творения его. И вторая по номеру глава Торы. По нумерации мы представляем себе, что есть недельные главы, а внутренний недельный глав. Есть еще нумерация на главы, или подглавы, если так можно сказать. Так вот, вторая глава по номеру в соответствии с нумерацией, она начинается словами. Вот родословное небо и земли в день сотворения Богом Всесильным земли и неба. Или говорит, смотрите, в день сотворения земли и неба, земля поставлена в сотворении на первое место, значит, земля была сотворена и сотворена раньше. Из этого вытекает целая система взгляда на вещи. Сам взгляд на вещи, он не случайный. То, что нам важно понять, что в Торе есть возможность посмотреть на вещи так и так, с одной и с другой стороны. С одной стороны, небо сотворено раньше, с другой стороны, земля сотворена раньше. Процесс творения сложное дело. Можно увидеть его и так, и так. И с одной стороны, и с другой стороны. Спор этот не кончается ничем. Каждый остается при своем мнении. Мы знаем, что впоследствии было принято, как основной ориентир, по которому мы следуем, школа Елеля. Их представитель школы была выбрана школа Елеля. Поэтому важно представлять себе, что спор мудрецов – это разный взгляд на вещи. Если мы понимаем, что когда Шамай говорит, что небо было сотворено раньше, его не столько интересует, вот как вот там посмотреть на этот большой взрыв, вот что там возникло сначала, а что там при этом большом взрыве возникло после, его интересует больше, что является целью. Для него он в качестве цели подчеркивает небо, мир духовный для него больше и в большей степени является целью. Для Елеля в большей степени является целью мир материальный. Не в том смысле, что человек и пойдет, и будет получать благо и удовольствие, скажем, опираясь на свои низменные инстинкты, совершенно не будет. А в том, что важнее опираясь на духовность, идти передвигаться по земле и стараться сохранить эту духовность и стараться повсюду находить эту духовность. Мы понимаем, что это связано с трудным временем, которое началось, и когда нужно как-то определиться. Есть власть, которая является давлеющей, и есть, является давлеющей власть нееврейская. И нужно понять, что является главной задачей. И дальше так как бы целая школа развивается, подчеркиваю, один или другой взгляд на вещи. Один всегда ставит на первое место небеса, что бы, о чем бы он ни говорил. Другой ставит на первое место землю, то есть задачу преобразования, спокойного, постепенного преобразования этого мира. В качестве примера можно привести, что, скажем, развивается школа Елели и Шамая, она про их идеи пронизывает красные нити все их постановления. Можно привести высказывание Елели и Шамая в Моэте, в трактате «Бейца». В 16 листе в трактате «Бейца» говорится о том, что Шамай ел всегда ради субботы. То есть он, если находил хорошее животное, оставлял его на субботу, находил лучшее животное, а потом он первое съедал, а второе оставлял на субботу. Получается, что Шамай ел всегда во имя субботы. И про Елеля говорится, у него была другая мера. Он говорил «Благословен Всевышний каждый день». Или «Благословен Всевышний каждый день». И здесь мы чувствуем, что если бы мы действительно представляли, что Шамай выбирает животное и думает, какое оставить на субботу, а это он зарезает, а это он оставляет и так далее, то мы совершенно не правы. Здесь речь идет об идее, о направленности. Нестаром говорится, что у Елеля была другая мера, не другой подход к животным, а вообще другой подход к жизни. Так что эта посылка Шамая, она также указывает на его подход к жизни. Шамай жил ради субботы. Все, что он делал, он делал ради субботы. Он должен подойти к субботе. Или нет. Он жил каждый и каждый день. В каждом... Если Шамай ждал большого дня субботы, его света, его духовности для того, чтобы получить этот свет, и потом дальше ждал следующей субботы, то Елель можно представить себе так, что он весь свой духовный заряд использовал для того, чтобы возвышаться и возвышать других каждый день, в каждой мелочи, в каждой незначительной, может быть, детали, понемногу привносить в каждое, даже самое простое материальное действие, немного духовности субботы. Для него это не самоцель, а это опора, такая остановка получения духовного заряда, для того, чтобы потом идти дальше, исправлять жизнь, исправлять простые, самые такие элементы жизни, трудовые моменты отношений к семье, изучение Торы, основывая его на самых таких практических вещах. То есть два таких подхода. Я об этом долго говорю, потому что мне представляется это очень важным понять, что первое, в Торе есть возможность посмотреть на вещи так и так, и это очень часто встречается. С одной стороны, одно предложение так, а другое предложение так. А и даже в правилах комментирования Торы есть такое правило, что если есть одно предложение, а есть другое, которое противоречит ему, обязательно должно быть третье, которое примеряет их. Или показывает, что на вещи можно посмотреть и так. Это то, что очень важно. Итак, мы представили себе с вами вот такие три момента. Возвращение из Бавеля, сохранение традиции при возвращении из Бавеля, уход пророчества и сохранение традиции, несмотря на уход пророчества, сохранение его через мудрецов Торы. И третий момент – возникновение спора между мудрецами. И мы попытались с вами понять, что такое есть спор. Здесь я готов на секунду с вами остановиться. Не на секунду, а на сколько нужно, если у вас есть вопросы. Я сейчас попробую сделать здесь сток-шер на свой страх и риск для того, чтобы всех вас видеть. Если что-то хочется спросить, пожалуйста, я готов пытаться ответить на ваши вопросы. Равзеев, а вы больше с кем согласны? С Шамаем или с Гилелем? Я с кем согласен? Это вопрос очень хороший. Скажем, с кем я больше согласен. В книге Тикуней Зоор, которая, в общем-то, принята в еврейском народе, говорится, что в наше время Галаха по Елелю, а в будущее время, которое принято называть временем Машеха, Галаха будет по Шамаю. Для меня главное не быть с кем-то согласным или не согласным, для меня главное понять и того, и другого, а потом сделать выводы. Мы с вами, может быть, говорили, что школа Шамая, она привела к такой линии борьбы против римской администрации. А школа Елеля, она была гораздо более умеренной, она ставила основной задачей сохранить традицию. Можно ли сохранить традицию в условиях рабства? Как мы с вами говорили, этот спор продолжался очень долго, возможно, он продолжается и до сих пор, и до нашего времени. То есть, если прийти, пригнуть голову, все время идти, как бы идти по жизни, и молчать, и не говорить то, что ты думаешь, ведь в конце концов потеряешь сам себя. Это спор между, фактически спор между Елелем и Шамаем. Но я совершенно не берусь решать, кто не из них прав. И, скажем, да, я пытаюсь проследить ту линию, которая проходит через историю. Вот мы с вами, следующий момент, который я планировал как раз, это поговорить о Рабе Ханан Бензакай, это период разрушения, период разрушения второго храма, еще одна такая ключевая точка, о которой нам необходимо поговорить, для того, чтобы представить такую вот линию передачи традиции. Раба Ханан Бензакай, как мы помним с вами, он после разрушения храма получает разрешение от римлян собрать мудрецов в городе Явне. И первый вопрос, который поднимается в городе Явне, это какую школу принять, Шамая или Гелиля. И школа Шамая попадает под запрет настолько, что говорят, что тот, кто делает по школе Шамая, он вообще не исполнил заповедь. Не то, что есть ему на кого опереться и сказать, что вот тот из мудрецов считает таким образом, и поэтому я тоже прав. Нет. Школу Шамая запретили настолько, что сказали, что человек не исполнил заповедь, если он исполняет его по школе Шамая. И это правильно и справедливо после разрушения храма. Разве можно говорить о каком-то, скажем, максимализме, когда ты говоришь, что духовный мир, он стоит на первом месте и требуется все делать по максимуму и соблюдать все по максимуму. Например, если ты видишь какую-то статую перед собой, идол, ее нужно разбить. Как разбить? Это римская власть. Это приведет к тяжелым последствиям. А ты говоришь, нет, духовность все равно на первом месте, и эту статую нужно разбить. Поэтому школу Шамая ее запретили. И приняли школу Гилеля, которая ставит перед человеком другие задачи. Она ставит перед ним задачу пройти и исправить что-то в своей душе, вокруг себя, в мире, в жизни. То, что ты можешь. Благословен Всевышний каждый день. То, что ты сегодня можешь сделать, сделай. И не ставя перед собой максимальных задач, таких как исполнить заповедь, очистить землю Израиля от идолов. От идолов. Были многие горячие головы, которые действительно разрушали и римские капища, и римские статуи. Уже после поражения восстания, после разрушения храма. И что делали римляне? Римляне заставляли восстанавливать то, что было разрушено, и налагали большой штраф. Поэтому Раби Ашуа, Раби Ашуа бен Хананья, ученик Рамбан и Ханан бен Закая, он обратился к сыновьям Израиля и призвал их не разрушать римские статуи, ссылаясь на то, что нужно исполнять не букву закона, а суть закона. В той ситуации, в которой оказались, он говорил, разрушение вами статуи, приводит к увеличению и до поклонства в земле Израиля, и приводит к тому, что ваши средства, ваши деньги, они идут на построение и создание еще, построение мест служения божествам и создание новых идолов. Поэтому посмотрите, что вы делаете. Вы разбили одного идола, а земли построили на ваши деньги, поставили еще десять. Поэтому не нужно ставить перед собой сейчас максимальных заданий, а нужно сохранять спокойствие, и как бы не нужно быть максималистом. Это то, что происходит после поражения восстания. Я совершенно не берусь здесь судить никого. Я думаю, что это даже излишне. Прежде всего нужно понять. Интересно то, что эта позиция Рамбан Юханан бен Закая, если как бы смотреть правде в глаза, то она не выдержала проверки жизнью, потому что римская администрация становилась все более жестокой, все более наглой. И в конечном итоге, если так можно сказать, школа Шамая, она прошла как бы под столом, через некоторых мудрецов, прежде всего через Раби Акива, школу Шамая, она как бы вышла на первый план и привела к восстанию Барковбы. Но опять же нам важно понять, что мудрецы исходили как бы из Торы в корень взгляда на вещи в Торе. И Тора допускает, и тот, и другой взгляд, мудрость человека, мудрость народа, в том, чтобы выбрать то, что подходит для данного момента. Если вы спросили, то как бы я попробую сделать еще один шаг и проиллюстрировать, что как бы тот, кто сказал А в одном месте, он должен будет сказать А и в другом месте. Говорят Б, ну мы скажем, что А, скажем, проводя ту же самую линию. Во всех мелочах, во всех деталях школа Шамая остается последовательной. Возьмем с вами такой спор Елии Шамая, который появляется в трактате Брахот. Спор о том, как говорить благословение на субботний день. Благословение Кедуш, как мы знаем, говорят на бокал вина. То есть, если мы с вами откроем Сидур или молитвенник, или, скажем, такую тетрадку, небольшую книжку для Кедуша, то мы увидим там, что после небольшого введения говорится благословение на вино, а потом говорится благословение на субботний день. Так говорил Елии Шамай, утверждал по-другому. Он говорил, что сначала нужно говорить благословение на субботний день, а потом на бимон. И нам кажется этот спор бессмысленным совершенно, но здесь проходит та же самая линия. Вино – это символ человеческого труда в древнем мире. И, опять же, если заглянуть в песни песней и в пророка Ишаягу и Хискеле, мы увидим, что виноградник – это и символ труда, и символ успеха человека в древнем мире. И здесь, когда Елель говорит сначала, надо сказать благословение на вино, а потом на субботний день, он говорит, что я подошел к субботнему дню после больших трудов. Символ моих трудов – это плод винограда. Эти мои труды, они как бы основа для того, чтобы я получил свет субботнего дня, его силу, с которой я дальше пойду в следующую неделю. То есть основа – это мои труды. То, что я сделал, то, что я смог сделать каждый и каждый день, это сосуд для того, чтобы получить субботний свет. Шамай говорит, нет, субботний свет важнее, я его поставлю на первое место, а потом на второе место я поставлю труды человека, Всевышний. Его свет на первом месте, а потом только труды человека ни в коем случае нельзя сделать наоборот. И так каждый, каждый, в каждом моменте интереснейшие их посылки. Это не какая-то игра. Это как сказать, строительство, выстраивание линии закона, проведение линии закона, закона Торы через всю жизнь по определенному принципу. У Елеля по-своему, у Шамая по-своему. И опять же подчеркиваю, что то и другое слова Бога живого. А жизнь уже внесет свои коррективы. Так или иначе. Окей? Есть что-то еще, что затронуть, что сказать или спросить? Или мы можем с вами сделать следующие шаги? Окей. Тогда я делаю шеер с вашего разрешения. Возвращаюсь к шеер и делаю следующие шаги. Вот как нам поступить, чтобы более четко построить Иринью. Мы немножко вспомянули с вами Юханан бен Закай. Юханан бен Закай Как вы помните, он из осажденного римлянами Ирушалаима, из осажденного Виспасианом Ирушалаима выходит и договаривается с Виспасианом, что Виспасиан разрушит город, оставит ему явный Вахахамея, оставит ему город явно и мудрецов Торы. Дело в том, что римляне воспринимали Тору как книгу, которая подталкивает к бунту. И после разрушения храма понятно было, что они ведут запрет на изучение Торы, ведут запрет на соблюдение тех или иных законов. Табан Илханан бен Закай хотел спасти хотя бы малое, и он просил у Виспасиана один город, где изучение Торы будет неограниченным, где смогут собираться мудрецы Торы и говорить и о духе Торы, и о законе Торы без всяких ограничений. шаг Илханан бен Закая очень проблематичный, его осуждали последующие поколения, потому что понятно, что война всегда ведется не только на физическом плане, но и на моральном плане, дух народа, дух войска, он воинов, он очень очень важный, и понятно, что выход Илханан Бен Закая из города очень сильно подорвал дух защитников города и дал большие преимущества римлянам, которые на сторону которых перешел один из руководителей поколения. Опять же, тут трудно осуждать, да и не нужно осуждать, не обязательно, постоянно кому-то давать оценки, просто нужно увидеть и высоту человека, который ничего не искал для себя, и проблематичность его поступков. Но, скажем, самое главное для нас в процессе, скажем, в нашем изучении этапов передачи Торы из поколения в поколение является то, что раба Неханан бен Закай, он построил, скажем, систему изучения Торы и систему жизни в отсутствии в отсутствии храма. Так же, как Шимона Цадик смог вдохнуть дух в народ, когда в народе уже не было пророков, так Рамбан Иванан бен Закай в очередной такой критический момент, трагический момент, он смог удержать Тору и не только для тех мудрецов, которые собирались в Явне, это не была его главная задача, он смог удержать Тору для всего народа. Рамбан Иванан бен Закай ввел много постановлений, много постановлений из тех, которые мы соблюдаем сегодня, все они направлены на память о храме, потому что если даже он видел разрушение храма как некоторую неизбежность, еще задолго до его разрушения, задолго до осады храма, Раббан Иванан бен Закай видел разрушение храма как неизбежность, есть на это целый ряд указаний, то это не значит, что он представлял себе возможность существования еврейского народа без храма. Все, все, все его постановления были направлены на память о храме. Приведем несколько примеров. Например, мы с вами хорошо знаем, что мы омываем с вами руки перед едой хлеба. Омываем их так же, как ковены омывали руки перед едой трумы, перед едой того приношения, которое давали им сыновья Израиля в тот период, когда стоял храм. Мы помним, что для ковенов нужно было отделить хотя бы небольшой кусок, небольшую часть урожая, хотя бы небольшую часть урожая нужно было отделить и передать ковенам. А ковены были обязаны есть эту часть урожая в ритуальной чистоте, потому что она отделялась ритуальной чистоте, и ковены ели ее в ритуальной чистоте, то есть она носила статус жертвы. И ковенам уже, будучи чистыми, как бы ритуально чистыми, сняв себя ритуальной чистотой, Было правило, которое установили мудрецы по многим причинам, что уже после того, как человек был чистым перед едой и трумы, ковен должен был омывать руки. Трумой мог быть и хлеб, и хала, как мы знаем, который, правда, не трума, просто мне сейчас не вдавается в прогрессе, поскольку небольшая часть замеса передавалась ковенам. Это могли быть и фрукты, и, скажем, любая растительность, скажем, которая идет в пищу, от нее отделялась трума и передавалась ковену. И ковен должен был быть ритуально чистым. После этого он умывал еще руки. Теперь, то, что мы делаем сегодня с вами в качестве умывания рук, это постановление Рабана Юханан Банзакаря. И она с точки зрения закона кажется бессмысленной. Совершенно. Потому что у нас реальность, так что мы не ковены, мы не едим труму, мы не обладаем ритуальной чистотой, и омовение рук нам не помогает ничем совершенно. Для чего это делается? Это нереальные действия, это не законы чистоты и нечистоты, это закон, который установлен в память о храме. Мы не омываем руки перед яблоком, перед зеленью, не омываем руки перед, как говорят, хлебно-булочными изделиями, булками, сладостями из муки. Мы не омываем руки только перед хлебом. А так установил Рабан Юханан Банзакай. Зачем? Это нереальные действия, которые очищают нас, а это память о храме. Также в праздник Суккот Рабан Юханан Банзакай постановил исполнять заповедь лулава и заповедь четырех видов растений каждый день праздника, несмотря на то, что только те, кто приходил в храм, они на протяжении всего Суккота они исполняли эту заповедь соединить вместе четыре вида растений. Для всех остальных, кто не попадал в Луша-Лайм, или кто не попадал в храм, для них эта заповедь заканчивалась в первый день. Во второй день они уже не брали четыре вида растений. Только в храме эта заповедь была действенной на протяжении всего праздника Суккот Рабан Юханан Банзакай в память о том, что у нас был храм, и там эту заповедь соблюдали, заповедь четырех видов растений в Суккот соблюдали на протяжении всей недели. В память об этом он велел нам в любом месте, как постановление мудрецов, соблюдать заповедь четырех видов растений, брать лулавы и трог, соединять их вместе и так далее. Вот в память о храме еще целый ряд постановлений, которые практически как бы должны были бы нам каждый день, если не постоянно, напоминать о том, что храм разрушен. Зачем? Понятное дело. Для того, чтобы мы стремились к его восстановлению. Скажем, это один из моментов важнейших, которые установил Рабан Юханан Банзакай. Рабан Юханан Банзакай также понимал, знал, как и другие мудрецы, что сыновья Израиля не могут существовать без какой-то замены жертвоприношения. Мы не будем, опять же, давать подробности о случае жертвоприношений, которые нам понять очень трудно. Но Рабан Юханан Банзакай, как и другие мудрецы, исходили с того, что жертвоприношениям нужна хоть какая-то замена. Жертвоприношения, которые поднимали, безвышали народ, духовно нужна какая-то им замена. И как замена жертвоприношениям, частично, неполно, естественно, были установлены обязательные три молитвы каждый день. Утром, днем и в вечернее время, в темное время, были установлены три молитвы. И молитвы, как мы помним, были установлены в то время, когда приносили жертвоприношения, а вечерняя молитва установлена как, скажем, память, или как бы напротив того лика, можно было бы сказать компенсация, какая-то очень-очень частичная, того, что жертвенник горел всю ночь. И те жертвы, которые не успели сжечь днем, сжигали ночью. И вот молитва Мари, вечерняя молитва, она как бы напротив этого момента, что жертвенник горел всю ночь. Итак, мы видим с вами, скажем, этапы передачи Торы. И если смотреть со стороны, можно было бы сказать, изменение Торы, мы понимаем, что никакого изменения не происходит. Дух Торы сохраняется. И Тора преломляется каким-то образом через призму времени. Иногда, как мы видим, она распадается на такие два луча, иногда может быть нам больше лучей. Но это остается лучи одного и того же источника, преломленный через призму времени. А призма времени – это очень-очень непростая, она трудная. И каждый раз, когда происходят какие-то серьезные изменения в плане Торы, мы видим период новых постановлений, нового подхода, нового взгляда на вещи или появление нескольких взглядов на вещи. Это свидетельствует о том, что Тора прошла и провела нас через очень-очень трудный период. Мудрецы Торы говорили, используя строчку «Иска элита», и говорили, «Быров, спорим, ров, каас», что во многих книгах много гнева. Они брали, как бы это несколько переворачивали по-своему, не так, как зашло ему, и говорили, что в периоды гнева, в периоды тяжелые появляются новые книги. Книг пока не появлялось, но вот такой некоторый, условно говоря, новый подход, он появлялся в тяжелые времена. А в дальнейшем мы увидим, что в тяжелое время действительно появляются новые книги. Давайте мы с вами посмотрим, о чем говорит Рабан Юханан Гензакай в Перке-Авод. И, может быть, через его высказывание мы сможем почувствовать его время. Сейчас мы, надеюсь, мы с вами быстро найдем. В принципе, немножко помню, чтобы только не ошибиться, попасть куда нам нужно. И в 9-й мишне 2-й главы, в 8-й мишне 2-й главы, говорится, Рабан Юханан Гензакай получил Тору от Елели и Шамая. Как видите, он как бы совместил в себе и то, и другое. Но, на самом деле, Рабан Юханан больше приписывает к ученикам Елели. Мы можем себе это представить и понять. Говорится, что у Елели было несколько учеников. Самым, скажем, самым малым из них был Йонатан бен Узиэль, а самым большим из них был Рабан Юханан Гензакай. В каком смысле большой и малый мы не будем даваться. в подробности, но, конечно, речь не идет о, скажем, буквально там высоте роста или знании Торы. Здесь есть некоторая своя такая хитрость, с которой мы, к сожалению, не сможем остановиться. Но, в любом случае, то, что я хотел сказать, это Рабан Юханан Гензакай его относят больше к ученикам Елели. И это понятно. Линия, которая больше связана с Пашара, с таким примирением, с обстоятельствами, это Рабан Юханан Гензакай. Он принял от Елели и Шамая и говорил, если ты много занимался Торой, не считай это своей заслугой, ибо для того ты создал. Мы можем заметить с вами, что Шумун Цадик, Шумун праведник, говорит, что на трех мешах стоит мир, на Торе, на служении и на милости. Рабан Юханан Гензакай не говорит о служении, потому что служение, какое оно, оно очень ограничено и в отсутствии храма к ученству заповедей пропадает все завтра, и связаны с жертвами, они пропали. Можно было бы говорить о милости Елели, но Рабан Юханан Гензакай подчеркивает Тору, потому что для него, и, наверное, это справедливо, самое главное это сохранить Тору в новых, совершенно невероятных условиях отсутствия храма, римского диктата и римских преследований после поражения восстания до 65-68 года этой эры. Он подчеркивает Тору, все его, все его, как бы, вся его деятельность, она направлена не для того, чтобы накормить голодных, не для того, чтобы выкупить пленных, вся его деятельность, направлена на то, чтобы сохранить Тору. Это значит, это не значит, что мудрецов не интересовало в том состоянии, в котором находится народ, но Рабан Юханан Гензакай именно, как бы, видел совершенно необходимость такую же, как помочь, помочь бедным, помочь обездоленным, помочь вдовам, помочь попавшим в плен, он видел не меньшую обязанность это сохранить Тору. Раби Ашуа Генхананя, он, как бы, видел свою обязанность не только присутствует на заседаниях Сангвидрина в Явне, но и ездить в Рим и там находить пленных и выкупать пленных, то есть другие мудрецы могли заниматься и другими проблемами, Рабан Юханан Гензакай был направлен на сохранение Торы. Вот я вижу сейчас в чате есть вопрос, я попробую его открыть. Женя спрашивает, можно ли сказать, что изменения связаны с тем, что меняются сами люди, воспринимающие Тору? Если да, то можно ли сказать, что есть какой-то прогресс в этом изменении? То есть условно люди постоянно приближаются к лучшему пониманию Торы или этот процесс непостоянный со взлетами и падениями? Этот вопрос очень трудный, на который очень трудно дать какой-то однозначный ответ. Тут можно сказать и да, и нет. здесь действуют два параллельных процесса. Традиционно принято считать и постоянно подчеркивается эта линия, что предыдущие поколения были несравненно сильнее и мы слабее. Это с одной стороны. Это с одной стороны, а с другой стороны есть преимущества у нашего поколения. Есть преимущества у поколений, у тех поколений, которые скажем, живет эпоху скажем, я даже не знаю как сказать, технического прогресса, скажем, развития научной мысли, которую представляет может быть и изначально представляла большую опасность для сыновей Израиля, для евреев. В принципе, понятно, что это научный прогресс дает взгляду, возможно, представить себе мир, мыслить иначе, чем мысли люди, которые не обладали такими знаниями и по крайней мере не соприкасались с такими знаниями, это дает большое преимущество. Безусловно, и в другом плане огромное преимущество в плане понимания Торы, осмысления ее, ее восприятие дает эпоха возвращения, которую мы с вами как бы наблюдаем своими глазами уже как минимум 70 лет. Я напомню вам ту году из трактата Псахим, который не обозвращался может быть с вами не один раз, а когда которая говорит, что служанка на море она видела больше, Ехескир бен Бузи. И что же служанка на море, даже если она поднялась на пророческий уровень, когда открылось не только море, но открылись и небеса, и были пророческие видения, что же служанка могла увидеть больше пророка Ехескир бен Бузи. И вывод здесь только один. Допустим, служанка поднялась до уровня пророка Ехескир бен Бузи, хотя этого не могло быть, она не могла подняться до уровня такого пророка, но допустим, но почему же больше то, что Ехескир бен Бузи, он умер в Бабеле, так и не увидев признаков наступающего освобождения. Служанка на море увидела, как египтяне утонули в море, и она почувствовала свободу. Эта свобода дала возможность ей воспринять и пророчество, и пророчество Моше, и окружающий мир, так как Ехескир бен Бузи, Ехескир бен Бузи не мог отнять нестись к окружающему миру, к истории сыновей Израиля. Служанка на море могла увидеть все совершенно иначе. Так же и мы, когда мы сегодня видим государство Израиля, исполнение пророчеств, со всеми проблемами и трудностями, которые существуют сегодня, мы видим естественно Тору, видим, дает нам это видение Торы совершенно, совершенно иначе. не только понимание пророков, но и понимание Галахи и понимание тех процессов, которые происходили с нами в Галутии, которые происходят с нами сегодня. Так что это очень сложно. С одной стороны мы видим действительно великих мудрецов прошлого. С другой стороны мы сегодня имеем многие такие возможности, которые они не имели, которые нам, которые мы должны были бы использовать и которые, я надеюсь, в какой-то степени по крайней мере мы используем. Поэтому однозначно мне кажется нельзя сказать, что просто вот сказать, что предыдущие поколения они были сильнее и все. Время оно движется вперед, а не движется назад. Обязательно должен быть какой-то прогресс, хотя может быть и с большими трудностями, хотя может быть со своими недостатками, но не может быть так, чтобы не было прогресса и в изучении тоже, понимании тоже, осмыслении тоже. Если бы у нас было время, я бы мог привести несколько примеров, но, к сожалению, боюсь сейчас с вами, если начать на одной ноге, как говорят, боюсь вас запутать. Так что я совершенно не имел в виду, скажем, подчеркивать такой момент, что были вот великие мудрецы прошлого, и сегодня мы с вами такие маленькие крошечные, которым как бы невозможно до них дотянуться. Так это или не так, совершенно неважно. У нас есть колоссальные возможности, и перед нами стоят колоссальные задачи, многие из которых, к сожалению, цехов еще не начали решать. Такие задачи, которые мудрецы прошлого, они просто представить себе бы не могли. скажем, если нам как-то удастся, может быть, я пытаюсь продемонстрировать эту мысль. Я сейчас попробую остановить шею, чтобы видеть вас всех. Вот я опять у меня тот же самый вопрос. есть ли у вас вопросы, что-то хочется сказать, спросить, дополнить. Равдеев, я застрашивала еще раз хочу спросить, потому что мы упоминаем все время исторические какие-то факты здесь. Вы не могли бы поделиться какими-то источниками, ну, естественно, на русском, если это возможно, по которым вы бы рекомендовали изучать историю. Не то, что я их совсем не знаю, но, может быть, что-то для меня новое. Да, ну, я уже понимаю, что вы историк, и вы, наверное, очень хорошо себе представляете, что изучение истории – это очень непростое дело, очень важное и очень непростое. Трудно мне сказать, какие есть вот по-русски учебники однозначные, скажем, да. Думаю, что обязательным каким-то моментом для любого изучающего традицию является Иосиф Флабий, его иудейские иудейские войны. Если уж не говорить об иудейских древностях, то хотя бы иудейские войны. Я думаю, что эта книга очень важная. Безусловно, книга несколько тенденциозная, книга, подыгрывающая римлянам, оправдывающая римскую администрацию и так далее, но, тем не менее, этот труд, он очень-очень интересен, очень уникален, нет другой замены. Иосиф Флабий пользовались и комментаторы такие, как Раши, для объяснения тех или иных моментов, особенно в книге Даниэля. То есть Иосиф Флабий, как бы он источник. В нем есть очень интересные и агадот, скажем, истории, которые, не всякого сомнения, истинные и традиционные, но они не попали в Талмуд. Так что это как бы такое изначальное базовое чтение. Это Иосиф Флабий. То, что нужно бы было сделать и, к сожалению, никем не делается. Есть, скажем, иврите тоже есть уникальные книги по истории. Очень немного. Истории в плане таком, когда это совершенно уникальная вещь, очень трудно это сделать, когда берутся мидроши Магадот и Сталмуда и выстраивается это в историческом плане. То есть ты как бы историческую часть Сталмуда и мидрошин ты читаешь их как книгу, как учебник истории. Это нечто фантастическое, феноменальное. Но это, к сожалению, есть только на еврите. Можно было говорить о переводе на русский, но, к сожалению, как бы мои все слова и призывы о том, что нужно сделать в первую очередь для русскоговорящих, они где-то повисают в воздухе. Народ больше интересуется хасидскими сказками, притчами, которые непонятно иногда, что дают и куда уводят. А вот скажем, поднять такой религиозный исторический пласт это пока к сожалению невозможно. но Иосифу Флавию я порекомендовал как бы изначальное чтение. В принципе, конечно, нужно было бы делать литературу не по-русски. Тоже тебе могу сказать. Какие разные. Дело в том, что в хасидских источниках есть целые курсы по истории, но мне как бы они не очень показались немного претенциозными. Тема, к сожалению, темы истории, особенно позволяющие понять Талмуд, его ходы и как бы основы, они не разработаны просто. Не просто не разработаны, не мало разработаны на иврите, хотя есть и по-русски совершенно не разработаны. А это очень-очень важный пласт. Очень пласт в основном важный. Ну вот, мы сделаем на наших занятиях то, что мы можем, хотя бы какие-то точки расставим, примеры приведем, дай Бог, там дальше будем думать, что можно сделать дальше. Спасибо. Окей. Хорошо. Ладно. Тогда если что-то есть, хочется срочно спросить, я вижу, что многие уже устали полтора часа, это не так просто, но если есть какой-то вопрос, скажем, последний для произведения черты, то пожалуйста. Хорошо. Если нет вопроса, я жду вашей реакции на нашем форуме, насколько полезна для вас такая информация, что она дает, куда она нас продвигает, пожалуйста, прошу очень отреагировать, потому что мне нужен то, что называют фидбэк, ваша реакция, чтобы как-то строить более результативное занятие. Всем самого-самого хорошего, удачного праздника Песах, как бы вы его не праздновали в том или ином плане, чтобы все было хорошо, дай Бог всего самого-самого доброго. Хорошо? Спасибо.